почему мы не любим это показывать тем кому мы это посвятили то что мы написали потому что когда ты знаешь что ты сейчас допишешь отнесешь покажешь кашу посмотри я написала я очень люблю тебя мне кажется вот там немножко чувствуется игра ты пытаешься где-то разжаловать написать какое-то более красивое слово задеть этого человека чем-то вершина знаешь в этой недосказанности когда ты это человек даже может прочесть и не понять что это о нем вот это очень важно и поэтому я стал очень бояться красивых слов я раньше пользовался ими кстати очень часто за это я не люблю первые свои три книги за то что в них так много красивых слов сейчас я их читание блин они до чертиков наши липкие какие-то наш прям думаешь чем бы запить что вот эта слащавость утолить я это признаю это понимаю знаешь и самое забавное что это мне пишут часто ну к хорошим книгам приходит через череду не самых хороших и сейчас я стараюсь писать очень аккуратно о любви любовь истинная любовь как и истинное отчаяние безмолвно она не нуждается в словах отчаяние читается так же как и любовь по глазам я не люблю вот эти знаешь письма признания я никогда не пишу признание в любви знаешь я показываю это поступками знаешь не сам в любви самое красноречивое это не слова это прикосновение когда ты сжимаешь этому человеку руку когда он вместе переходите дорогу ты держишь крепко его за руку потому что ты думаешь до перехода вы не добежали потому что нет времени а вот сейчас вы проходите по трассе бегом так немножко в страхе нам вам нужно успеть но ты держишь руку за то чтобы я боюсь чтобы с тобой ничего не случилось очень важно в творчестве не педалировать знаешь когда ты нажимаешь на педаль у тебя под ногой педали ты знаешь что вы сейчас нажмешь на педали и это он за и она заплачет на вот на этом каком-то эпизоде она обязательно заплачет вот и наше участие выжимаешь из нее слезу и кзаш как это как в фильмах бывает там самый красивый кадр говори он от нее уходит и он отдаляется эта красивая съемка это горящие листья осенние такой знаешь какой скверт в жизни так бывает но не всегда жизни все гораздо проще в жизни на кухне чаще бывает все и там где битая посуда склеенная посуда и холодильник заляпанный такое вот это чаще вот так встречается вот я пытаюсь писать именно об этом о том что происходит не на фоне красивых декораций а то что происходит какой-то знаешь более камерной обстановке раньше я думаю все дело для себя сейчас я делаю все для нее для этой девочки которую я назову кстати ну есть такое имя турецкое она переводится как денис это море и назову морем я попытаюсь ей отдать а передать все то что я делаю и есть немножко такой страх что он придет сказать что пап не я не хочу быть дочерью писателя хочу быть я не знаю физиком химиком и блин она скажет вообще мне это все не нужно и ты знаешь я постараюсь все таки привить ей то что я делаю я не хочу вам становиться писательница это невозможно этому невозможно учиться ты любишь я хочу просто чтобы она чтобы я так же мог доверять ей как моя мама доверяет мне чтобы я знал что она будет всегда радовать меня и огорчать пусть тоже огорчает но радует тоже чтобы она меня радовала я хочу найти какую-то наш конечную точку успокоения в этом я не могу принять людей которые не любят своих матерей это абсолютно я не могу понять когда мне приходит моя подруга говорит что ты знаешь мы с мамой не ладим я ее в общем да вы можете быть разные абсолютно это тем более до девочки больше ближе своим отцам но я не могу что я не перевариваю своей мамой я ее не слушаю вообще это не человек как бы для меня это так же как люди которые подходят мне говорят ты знаешь я не люблю собак ты знаешь я киваю а внутри человек умер для меня потому что вот у меня есть такие нормы какие-то внутренние я никто не обязан им соответствовать но это какие-то общечеловеческие нормы понимаешь ну как библейские вот эти заповеди заповеди о том что не укради не не обмани человек определяется для меня отношение к своему родителю к маме в особенности и любовью к животным когда перебираешь одно и то же перебираешь одно и то же но я надеюсь что это все должно быть столько сколько должно быть невозможно сказать себе все сегодня не будет завтра утром я проснусь и нет такого не будет я всех забыл я начинаю заново белый лист не существует белого листа на нем всегда будут слова чернила уветривается остаются следы вот что-то такое наверное он будет выглядеть белым но в белом еще какая то есть такая знаешь глубина такая светлая глубина вот я так и думаю что когда-нибудь я освобожусь от этого чувства и знаешь а может я не хочу от него освобождаться потому что я чувствую что она мне делает наш каким поживым ты знаешь я наверное живу всегда в осени не в такой осени знаешь такой такой же красивый например как в праге или в киеве наш такой желтый запахом корица почему-то мне кажется сухие листья всегда пахнут корицу моя это осень и нами застрял какой-то одной осени и вот в эту осень приходят какие-то события него я не люблю лето не потому что я сам такой пасмурный но мне кажется что летом знаешь как-то все очень легко поверхностно там море ты не думаешь ни о чем ты задумаешься но не думаешь наверное осень это наш концентрация твоих чувств осень это проверка на наличие долгов перед самим собой вот поэтому я наверно живу в какой-то осенью она кстати не всегда дождлива но она всегда шарфахов и в куртке у меня есть она фраза из книжки последней где она ему говорит что без тебя не то чтобы никак без тебя все незачем и эта цитата породила очень многие наши такие ответные наши вопросы пошли от этого и что делать когда вот незачем я всегда говорю то что и говорю самому себе нужно идти дальше наперекор вопреки нужно идти вот хромая вытирать сопли нужно идти у нас просто нет никаких альтернатив идти отдавать помогать идти прихрамывая ну-ка подобрать кого-то по дороге тоже спасти ближнего а дальше это же легко там наложить на себя руки сказать что все это . настоящая сила вот в этом движении вперед это вот